Не убегает от нее наоборот Вот так будет у меня на ногах ехать Смотри, Рики Рики уже побежал по туннелю Нашел вкусняшечку одну Сможет он подняться наверх вот здесь Где-то через год началась эта штука Красными пятнами какими-то покрывается Вот разбухла прям вообще рука сейчас Привет, я Энни Мэджик И со мной тут мои самые разные питомцы И сегодня мы поедем в наш строящийся дом Который я называю Мэджик Хаус Чтобы отправить моего хомячка Рики В его первое большое путешествие Но до этого я хочу внести Своих новых питомцев Которых мне подарили на фан-стрече Таракана Мадагаскарского Я, кстати, решила назвать его Шиппер Благодаря вашему голосованию И улетенка Гэри в соцсеть В которой есть все мои животные Поэтому им тоже там надо быть Несмотря на то останется улетенок у меня Или нет YouPet.com Я уже там зарегистрирована давно Алиса тут сходит с ума Потому что к нам мухи залетели Через открытую форточку Захожу в свой профайл Вот тут зарегены все мои питомцы Улетенка мы с вами назвали В честь улитки Спанчбоба Гэри Добавим Гэри фотографию Полное имя будет Гэри Мэджик Порода беспозвоночная Улитка Родился, я знаю точную дату рождения 20 мая 2018 года Пола у улиток нет Поставим статус в поиске пары Гэри теперь тоже есть тут И ему сейчас 2 месяца и 15 дней Давайте добавим Таракашечку Выбираем аватарку Имя Шиппер И это ведь я от Мэджиков узнала такое слово, как шиперить Из комментариев к Смешилкиным Кстати, сегодня на всех каналах ролики И на Мэджик Пэтс новое крутое видео И на моем канале Как раз ваши любимые персонажи Так как девочка, которая подарила мне его Точно не сказала дату рождения И сказала где-то зимой ему около года Давайте поставим шип-шипу День рождения 1 декабря Прикольная дата, по-моему С полом тоже теперь не все ясно Я прочитала про то, что у самок короткие усы А у самцов наоборот длинные Возможно, он вообще девочка Нужно еще разобраться Алиса очень любит клавиатуру И мешать мне работать Давай, Алиса, иди В общем, многие 1 августа поздравляли ее с днем рождения Но я пообщалась еще раз с ветеринаром И мы поняли, что когда я ее спасла Ей все-таки было чуть больше месяца Поэтому ее день рождения переносится на 1 сентября И в честь двух новых питомцев Мы с Юпэт решили сделать творческий конкурс для Мэджиков Я знаю, что вы у меня безумно креативные Все время что-нибудь придумываете Поэтому нужно сделать что-то с надписью Юпэт.ком Это может быть поделка, диайвай какой-нибудь Что-то своими руками Например, я несколько месяцев собирала пластиковые бутылки Чтобы сделать для своего хомяка Рики большой тоннель-лабиринт И выдался хороший повод Я решила сделать его в виде надписи Я делала его от начала до конца одна На первый взгляд это выглядит очень просто До того, как ты начинаешь это строить Создание этого лабиринта заняло у меня целый день с утра до позднего вечера Со всех бутылок нужно было снять пробки Бутылки помыть, протереть, высушить С каждой бутылки снять этикетку Заранее правильно продумать расположение бутылок для букв И способ соединения этих букв Склеить бутылки в ровный тоннель легко А вот чтобы создать лабиринт надписях Нужно было резать определенным образом Под углом и всяко-разно Нужно было придумать вентиляцию Иначе просто хомяк там задохнется И сделать конструкцию так, чтобы все до единой верхушки и низ букв Заканчивались именно дном бутылки А не горлышком Чтобы было красиво, а не как попало И у меня получился вот такой вот Огромный пластиковый туннель-лабиринт Для моего хомячка Рики С надписью YouPet Вот здесь я добавила из туалетных рулончиков Туннельчик.com Сейчас я сделаю фотку всей надписи Чтобы выложить ее на конкурс И мы запустим туда Рики Дальше нужно выложить фото вашей надписи к себе на страницу И обязательно не забудьте поставить хэштег Конкурс Мэджик Иначе вашу страницу невозможно будет найти Шансов выиграть очень много Потому что победителей будет целых 30 человек С первое по третье место получает футболку Вот такую вот со мной Моим личным автографом Набор наклеек, стикеров Магнитик и значок С четвертого по двадцатое место получает Значок, магнитик и футболку с автографом тоже А с двадцать первого по тридцатое место Монетки на сайте YouPet.com 15 победителей выбираю я 15 сам YouPet Так что включайте свою фантазию Придумайте что-нибудь интересненькое За мной чур не повторяться Потому что чем оригинальнее будет ваша идея Тем больше шансов победить А победителей мы выберем спустя 10 дней После выхода этого ролика В полночь Так что торопитесь Подробное описание и обсуждение конкурса Будет по ссылке в описании к этому видео Я ее там оставила А мы едем пробовать наш туннель-лабиринт Кстати, в феврале Рики будет два годика уже Он уже взрослый пацан у нас Мне подарили в Мэджике вот такую вот переносочку малюсенькую Я так думаю, это для морских свинок Но поездка у нас небольшая, поэтому Рикусик поедет в ней Рики изучает свою машину В которой поедет Пока я одеваю кроссовки Алиска пытается охотиться на пончика Все-таки охотничий инстинкт преобладает Она с ним не подружилась При том, что все время его видит Не всегда, конечно, охотится Она часто просто валяется возле его клетки И наблюдает, чем он там занимается Пончик вообще ее не боится Не убегает от нее Наоборот, он чаще подходит Даже один раз видела, он встает на задней лапке И начинает там нюхать ее прям нос Я сказала пончик, а не Рики Потому что иногда в домашних условиях Дома, не в видео, я его пончиком называю Я за свою жизнь много раз выносила в переносках на улицу собак, кошку Но ни разу в жизни я не выносила на улицу в переноске хомячка Сейчас Рики вообще первый раз на улице Но, по-моему, его это вообще не интересует Он там что-то копает Ты что, дурачок, ты не туда смотришь, обернись Во, улица, да? Так, все, поехали Вот так будет у меня на ногах ехать Он там что-то бесконечно копает И, по-моему, даже не понимает, что он едет куда-то на машине Я по всему туннелю, вот в эти вот маленькие дырочки Насыплю кусочки вкусняшек, чтобы он бегал, искал Но я думаю, он и так будет ходить Ему будет интересно, потому что это такая огромная труба-лабиринт Торжественный день для Рики Он первый раз на прогулке, первый раз на улице Не знаю, как он отреагирует Смотри, Рики Улица У нас здесь экологически чистые условия В Мэджик Хаусе Рики, смотри Трава Это травка, Рики Давай Сейчас я открою один из входов Все Рики уже побежал по туннелю Он пошел прямо по прямой Не заворачивает пока никуда Идет прямо вдоль Нашел вкусняшечку одну Погрыз ее И побежал дальше Ааа, сколько у него здесь всяких выходов Тупик Прикольно Я так рада Вообще, я прям не могу, что я сделала ему эту штуку Он может в ней так бегать Прикольно Интересно Надо снять, как Рики пройдет по всем буквам От начала до конца Сейчас находится в самом начале буквы Ю И вот он спускается по этой букве Поворачивает вот сюда Почему-то не зашел вот в этот тупик Пошел наверх буквы Ю Повернул в букву П Тут тоже вкусняшку я положила Он ни разу еще не добежал до конца буквы Т Вот Добежал Я сделала довольно широкие прорези Чтобы был воздух То есть там достаточно воздуха Его там много Даже больше, чем в обычных туннелях Там дырочки просто Но из-за того, что бутылки отсвечивают Его там толком не видно Я думала, что его лучше будет видно, как он там бегает То есть я-то его хорошо вижу А вот в видео бутылки отражают Конечно же, этот туннель на улице оставить нельзя Потому что даже когда я его делала Туда начинают ползти всякие насекомые Муравьи Мошечки залетать Им там, наверное, комфортные очень условия И придется его заносить домой Но у меня все продумано Например, вот здесь его можно просто отсоединить И будет отдельная буква Ю Вот так вот Сейчас Рики прибежит сюда к нам Вот эта буква П точно так же отсоединяется Рикусь, смотри Рикусь, смотри Ты вышел из туннеля Вот она, эта маленькая бутылочка Она меньше, чем остальные Это бутылочка 0,5 Буквы Е и Т Они как бы соединены Они не разъединяются Но это просто Они очень легкие Потому что это пластиковые бутылки Их можно легко заносить в дом Ставьте лайк Если вы тоже, как и я, захотите продолжение этого масштабного проекта Чтобы я собрала еще бутылок И продолжила этот гигантский туннель-лабиринт На еще большее пространство Может быть вообще целую реально вот площадку всю заделать разными вот такими вот туннелями И там уже не будет цели какой-то надписи Поэтому можно будет прям вообще вот такие вот завороты, повороты делать всякие разные Я приподняла вот так вот букву И Рики уже не хочет сюда О, смотрите, он прям идет в высоту Сейчас вниз спустится Интересно догадается Сможет он подняться наверх вот здесь Сможет О, прикольно Можно будет под наклоном слегка ставить Рики ходит по траве По целому футбольному полю Главное его не потерять Такой хорошенький Такой малюсечка Когда в таком большом объеме смотришь на это Кажется, что он просто вообще маленький-маленький Дома он кажется каким-то побольше А здесь он вообще малюточка Ну что, поехали домой? Хватит на сегодня для первой прогулки Рикусь Ты хочешь в домик? Давай, заходи Вот молодец Давай, заходи У меня еще есть вот такая прям серьезная проблема По поводу Рики Мы сколько времени вместе с ним живем Где-то через год началась эта штука Когда я убираюсь у него в клетке У меня начинается приступ такой аллергический Или я не знаю, может ли на хомяков быть аллергия Мне кажется, это такой редкий случай Либо у меня аллергия на его Вот, ну, на мочу Ну, короче, на его экскременты Я начинаю жутко чихать У меня начинаются очень сильно слезиться глаза Краснеет прям Как задыхаться немного Когда я подольше его на руках подержала Прям долго, достаточно, несколько часов У меня вот такая вот аллергия начинается Красными пятнами какими-то покрывается все И я начинаю как бы чесаться И у меня как насморк Нос вот так закладывает И я начинаю чихать Вот подольше он у меня побыл И у меня такая штука Я не знаю, что это Я не понимала, от чего это Я думала там на все, что угодно Проверяла, вычисляла И вычислила, что это происходит Именно после того, как я помою клетку Какие-то вот такие вещи Но сейчас это уже начинает происходить Даже когда я его просто на руках подержу И тогда, когда я это обнаружила И почитала в интернете, что это возможно Но крайне в редких случаях Я даже переживала Потому что я думала, что его придется отдать Но в итоге я забила И решила не отдавать его Потому что я не могу отдать реки Я его так люблю Это мой член семьи, мой волшебный Мой хомячок Как бы, блин, нет Я решила терпеть Короче, сейчас эти случаи Сильно участились Любой контакт с ним Вот может привести к такому И я, честно, очень расстроена Вот разбухла прям вообще рука сейчас Вот такие дела Мы отправляемся с Рикки домой Я очень надеюсь, что в скором времени Нам не придется ездить В нашу съемную квартиру А мы будем просто идти В наш Мэджик Хаус А вы переходите по ссылочкам На новые видео на других каналах Там на Мэджик Пэтс ролик На моем канале И увидимся скоро в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Уйти Продолжение следует...